добрый день дорогие друзья я вновь приветствую вас у себя на канале чувство знания италия ирофеева я рад вас видеть у себя в гостях потому что сегодня я буду записывать тему продолжение темы о правильном свидании и так предыдущем видео я вам сказал там важные два слова было дважды важное слово это предложение руки и сердце и я объяснил вам что продолжение руки и сердца обозначает это слияние с таких двух понятий двух состояний любви и воли мужчины и женщины и мы к этому состоянии будем стремиться через правильные свидания которые мы создаем сами своими руками своих отношениях и связях между мужчинами и между между женщинами и так у правильного свидания правильно и свидания первое что правильно sidanie подразумевает первое правильно ислечение происходит в правильное время то есть правильное время это важно и 2 2 важный пункт у нас такой Мы сами догадаемся, да? Правильное место. Итак, два важных критерия. Правильное время и правильное место. Мы можем это правильное время и правильное место назначить сами. Это как бы такое стандартное состояние, ситуация, когда мужчина назначает свидание, или они оба договариваются в свое любимое время и время удобное для них. И место, которое им нравится, как бы тогда. Но это не совсем правильное свидание, оно упрощенное. Потому что здесь очень важный один момент. Правильное время и правильное место должны быть объединены. Объединены. Потому что, как мы говорили в предыдущем видеоролике, что мы стремимся к тому, чтобы объединить любовь и волю. Ну, это вещи, любовь и воля, у нас находятся во времени и пространстве. Одно состояние пространства и времени мы назовем... Как мы назовем? Мы назовем мероприятие... Мероприятие. И второе состояние, единое состояние, как бы пространство и времени, мы назовем как событие. Событие. Это, я думаю, понятно, да? Простые очень такие понятия, которые у вас всегда на слуху. И вы часто ими оперируете, когда находитесь в информационном пространстве, в интернете, на новостной ленте, когда там вы только слышите, постоянно произошло мероприятие, вас приглашают на мероприятие, какое-то событие отражается в новостях и так далее. И эти вещи вы к себе как бы не относите, эти два состояния. Вы думаете, что они происходят где-то все время в общественных каких-то средах. И вы, безусловно, правы. Потому что пункт будет пятый, что правильное свидание в правильное время, в правильном месте происходит в публичном, общественном состоянии. То есть публично, общественное место, в общественное время, как бы сказать так. То есть правильное свидание происходит в общественном, публичном месте и времени. Это идеальный вариант, да? Вот это правильно создание. Критерии правильного создания. И тут интересный момент. Следующий момент интересный. Смотрите. Правильное время происходит, когда в мероприятии. Вы всегда торопитесь, спешите не опоздать на мероприятие. Мероприятие всегда, критерий мероприятия, это точное время. Точное время назначено. Это мероприятие. Для мероприятия, первый критерий, это правильное время. Для события, с другой стороны, наоборот, для события важно правильное место. Правильное место. И на первом критерии для правильного события является место проведения мероприятия. Таким образом, вам, дорогие мужчины, женщины, девушки, юноши, ребята, чтобы прийти на правильное свидание, надо очень с большим трудом совместить эти два понятия. Правильное мероприятие и правильное событие. И взаимоисключающий вариант. В один момент нужно учитывать главенство времени, а в другой момент, учитывая главенство места, пространство, оказывается, этот момент, что правильное время выбирает, кто у нас выбирает. Женщина, да? Правильное время. Потому что для нее время важно. То есть у нее времени много. И она им располагает, очень легко так. И мужчина может спросить, когда тебе удобно, какое время. И временем у нас управляет женщина. Тогда у нас получается правильное время. И часть мероприятия происходит, свидание. Но с другой стороны, мужчина назначает место. Место. То есть место, это вот это правильное место, обозначает мужчина. Для мужчины пространство, у него много пространства, он свободен в пространстве, и он очень хорошо им манипулирует. И он назначает место. Итак, две величины вы соблюдаете. Женщина назначает время, мужчина назначает место, пространство. Итак, и сейчас мы придем к очень интересному, очень интересному моменту про мероприятие. Мероприятие у нас происходит, когда? В каких условиях? Мероприятие происходит в ограниченном, ограниченном пространстве. То есть у нее имеется граница. Граница, ну скажем, какое-то пространство, да, такое вот, какое-то пространство ограниченное. Но не ограниченное время мероприятия. Мероприятие может происходить достаточно долго, выходить за рамки временные, но никогда не выйдет за рамки, за границы пространства. А событие наоборот, событие очень легко манипулирует пространством, то есть у него как бы вот так граница такая условная у события пространство, а времени у события ограничено. То есть здесь у него время границ находится, время, а здесь пространство. Вот это две важных величины. И как вы, женщины, очень любите, что у нас делать? Посещать мероприятие. Ну вот мероприятие – это женская стихия. Стихия ограниченного пространства и безограниченного времени. А событие у нас обожает посещать мужчина. Для него именно неограниченное пространство в ограниченное время. Итак, это критерии, я надеюсь, я так бегом вам рассказываю, вы тебе так на уши, тебе погрузите. И со временем, конечно, вы разберетесь. Очень легко это все происходит. Потому что, допустим, мероприятие, какое-то мероприятие, какое-то собрание, какая-то конференция, какая-то вечеринка – это мероприятие. А события, у нас какие-то события, на мужском примере, они какие-то простые события, спортивные события, они в больших пространствах и в ограниченное время. И мужчина идет на футбол, или на хоккей, или на баскетбол, или что-то такое-то спортивное, скажем так, событие. И приглашает туда женщину, девушку приглашает. Для девушки это не очень интересно смотреть футбол. Для девушки важно мероприятие, которое будет происходить после победы любимой команды в спортивном соревновании. И после этого происходит мероприятие. То есть все друзья собираются и отмечают на мероприятии в ограниченном пространстве, в безграничном времени, отмечают победу своей команды. И здесь уже себя комфортно ощущает, чувствует женщина. А здесь было, на спортивном событии, было важно и легко себя чувствовать комфортно и мужчине. Так вот, в эти два важных момента, я надеюсь, вы поняли, что мы приучаем друг друга относиться уважительно и с пониманием к событиям и мероприятиям, которые интересны вашему партнеру. Так вот, здесь мы, о чем будем говорить? В первую очередь, мы приучаемся к чему? К участию, правильное свидание, приучает нас к чему? К участию в мероприятиях и в событиях, к участию. Со стороны мы приходим на эти мероприятия и события, купив билет, оплатив вечеринку какую-то, пригласив друзей. Или сами попали на какое-то мероприятие, конференцию, какую-то лекцию, какое-то выступление публичное, на концерт. Тоже какие-то мероприятия, какие-то события, которые публичные, которые общественные. Это такие, как бы, общие такие слова, которые вы не можете сразу на себя применить. Но как только вы подумаете о будущем, будущем событии, будущем мероприятии, вся ваша жизнь, вся ваша жизнь, будущее. То есть, вот, правильно свидание происходит, вот, но в будущем. Вот это, как бы, туда оно уходит, как бы, не знаю, видно там, нет. В будущее, в будущее уходит. Когда вы думаете о событии, о мероприятии, которые вы посетите, и будет в этом мероприятии, на этом событии ваше свидание, будущее, вся ваша жизнь будет подстраиваться под это событие, под это мероприятие, которое вы будете стараться попасть, оба, и мужчина, и женщина. Для мужчины будет очень трудно попасть на мероприятие, потому что оно ограничено во времени, да, то есть надо прийти вовремя. Мужчине очень трудно будет, а женщине трудно попасть на событие, которое имеет такое много пространства в этом событии, и надо в место это точно попасть. И вот эта жизнь вас будет туда как бы направлять. Понимаете, что очень важно, все ваши устремления, ваши все какие-то решения в этот период времени будут направлены именно для того, чтобы попасть на свидание. В свидании, которое будет проходить в событии или каком-то мероприятии. Я надеюсь, я вам достаточно быстро рассказал основную канву правильного свидания. Дальше мы будем это развивать, эту тему. И поэтому я вас очень-очень прошу позадуматься об этом, посмотреть себя со стороны, то есть взглянуть на свое прошлое и взглянуть на свое будущее. События и мероприятия, которые вы можете посетить вместе со своим партнером или вместе со своей партнершей по жизни. И эти свидания вас приведут потом именно к тому, о чем я говорил в предыдущем видеоролике. Поэтому я желаю вам посетить какие-то интересные мероприятия и найти такие вдохновляющие события, чтобы вам было там комфортно, интересно друг с другом. В общем, любимым, взаимопонимание. Всего вам доброго. До встречи. Заходите ко мне в гости. Подписывайтесь на этот канал. Продолжение следует...